Дорогие мои, мы с вами в Бадене, в том Бадене, который возле Вены. Так, здесь протекает речка Вонючка. Ну, она чуть-чуть попахивает, но вода кристально чистая, и я даже вижу в ней рыбу. Архитектура похожа на тамбов. На тамбов или на серпухов. Посмотрите, такие низенькие одноэтажные, максимум двухэтажные домики. Ладно, давайте пройдемся по этой улице. Я по ней только что ехала, припарковалась там где-то на полчаса. Думаю, покажу вам эту речку и немножко городок не в центре, да. Ну, недалеко, в принципе, от центра. Вот такой Баден. Ну, я не знаю, тамбов. Не, ну, ребят, скажите, кто был в таких провинциальных российских городочках? Вам не напоминают? Посмотрите, вон наши русские израстцы на окнах. Баден. Ну, это не центр. Если мы сейчас с вами свернем, а мы свернем обязательно, то увидите, какие там хо-хо-хо особнячки. Как я хорошо доехала. Смотрите, у них тут есть ночной клуб. Как я хорошо доехала. Я обожаю австрийские дороги. Все так аккуратненько, все чистенько, все грамотно. Если впереди туннель, то предупреждающий знак снизить скорость. Или если какая-то стройка, какой-то ремонт дорог, тоже предупреждающий знак. Если туман, или дождь, или скользкая дорога, или крутой поворот. Все-все-все обозначено. Вот это, наверное, школа, мне так кажется. То, что там много детей, детская площадка, все вот играют. Праксис Орт. Не знаю, что это означает, ребят. Первые минуты в Бадене. Какое у меня впечатление. Очень приятно. Ну, там, видите, какие особнячки. Очень приятное впечатление. Город живой. Улицы просто утыканы машинами. Если мы вспомним Брук-Ан-де-Мур, да, там просто все вымерло. А здесь, видите, какая красота. Некоторые машины вот из Вены. Есть и современные постройки. Ну, тоже, да, три этажа тут максимум. Но вот эти двухэтажные домики, это такая милота. Это такая милота. Прям Раша. Все курят. Курят. Курящих много. Турки. Это мой острыйский друг. Ты же тоже хочешь стать турчанкой? А, ребят, вот на Тулу тоже похоже. Да? Как вам кажется? Такая архитектура интересная. Ой, как я обожаю, ребят, орхидеи. Вот смотрите. Это самые вот неприхотливые... Здесь плохо от окна отсвечивает. Самые неприхотливые цветы. Поливать раз в три недели. Смотрите, какая красота. Ой, что вам не видно? Красота. Ой, вот это особенно, знаете. Вау. Приятный городок. Очень. Атмосфера хорошая. Птички поют. Знаете, пахнет весной. Приятненько. Буддацинститут. Интернат. Так, ребят. Вот мы уже с вами сейчас подходим к перекрестку. Смотрите, как тут классно. Это подход к речке. К речке, вонючке. Давайте быстренько слазим. Упс. Быстренько слазим. Посмотрим на речку. Ух, какие стены. Ух, как воняет. Ребята, речка реально вонючая. Не знаю, почему. Вот говорят, что в Венеции воняет. Нет. Воняет в Бадене. А не в Венеции. Хотя вода чистая. Вот, смотрите, как красиво. Да? Очень красиво. Продолжаем гулять по Бадену. Ребят, если трясется, извиняйте. Я больше так не буду. В Вене уже буду использовать камеру. Это китайский ресторан. А речка называется Швихат. Швихат. Кстати, чем-то напоминает Жирон. Он только в Жироне дома цветные и симпатичные. А здесь, ну, как бы так, все очень скромненько. Я никогда не была в Бадене. Вот подумала, но все равно в Вену еду. О, финансам. О, кстати, мне тут пришло письмо, что мне нужно подавать уже финансов в налоговую декларацию за 2020 год. Вот такие, ребят, здесь домишки в Бадене. Вот, хотела вам показать всю красоту. Ну, вот люди переходят дорогу, и автобус встал. Не знаю, что это за здание, но очень красиво. А, это какой-то музей, мне кажется. Только давайте поближе посмотрим. Поближе, поближе. О, ой, спасибо. Давайте-ка поближе с вами посмотрим. Значит, ой, какая классная набережная. Такая искусственно созданная. Очень похоже на набережную в Москве, на Манежке. Да, ребят, кто из Москвы, скажите? Чем знаменит Баден? Ну, тем, что это курорт. А еще здесь лечился Бетховен. Фрауенхоф. Фрауенхоф. Ты что, дом для женщин, что ли? Красивая архитектура здесь, ребят. Тула, Серпухов. Ну, что за вот такого рода? Львиата везде. Львиата, тигрята. Ну, тут кафешка, стоп-пудов какая-то. Так. Биргартен. Здесь пивной у них сад. Пивной сад. Или пивной двор. Или просто пивнушка. А вот там, ребят, что-то интересное. Там какие-то вот домики. Но мне уже надо топать в другую сторону. Потому что там парковка только полчаса разрешена. Ребят, конечно, вот напряг с этой парковкой в Австрии. Нужно постоянно вот бегать, волноваться. Не подошло ли время к концу? Не подошло ли время к концу? Мне мой друг рассказывал. Они в Швейцарии припарковались и опоздали на 15 минут. И потом, по-моему, через два месяца ему пришел счет. Давайте здесь пройдем. Ему пришел счет об оплате штрафа 300 евро, по-моему. Штыкоплана. Ну, короче, очень дорого. Если здесь там это порядка 50, да, плюс-минус там в разных землях по-разному, то в Швейцарии сразу 300 евро. А то в Швейцарии это, наверное, плюс-минус 500. Если здесь плюс-минус 50, то в Швейцарии плюс-минус 500. В Швейцарии, наверное, еще более напряжно путешествовать на машине. Ну, а на поездах, ребят, одно удовольствие. Я вам всем рекомендую путешествовать по Швейцарии на поездах. Скоро, я надеюсь, выйдет видео о моей швейцарской поездке. Ну да, стресс, конечно, у меня там был. Был стресс небольшой. Вот так выглядит Баденский трамвайчик. Старый, ребят, старый такой гремящий трамвай. Баднер-бан. Так, буду переходить улицу. Спасибо. Рулет-хофф. Вот такая классная в Бадене архитектура. О, кстати, АМС. Смотрите, домик для безработных. АМС это не дом для безработных, а самая большая в Австрии компания. Самая большая компания, которая стабильно выплачивает зарплату. Служба занятости в Австрии работает отлично. Красотка. Окей, вот мы с вами в центре Бадена. Но не того Бадена-Бадена, а обычного Бадена. Хоритос вот так выглядит. Очень симпатичное здание. Ребят, что такое Коритос? Это служба помощи в Австрии. Как она точно помогает, я не знаю. Но один случай я вам могу рассказать. У моей подружки не было денег на то, чтобы заплатить комиссию маклеру и кауцион за квартиру, за аренду квартиры. и она обратилась вот в этот Коритос, и они ей выдали кредит. Я не знаю, выгодно ли это, выгоднее ли это, чем кредит в банке, но в банке бы ей никто кредит не дал бы, потому что у неё была тяжёлая ситуация, и документы там не все в порядке. А Коритос вот пожалел и выдал. Так, у меня миссия найти туалет. Красиво. Привет, девчонки. Стоите, стоите. Ждёте женихов. Это, наверное, рынок. Так, миссия выполнима. В Бадене всё прошло просто на ура. А, туалет оказался бесплатным. Да, кстати, вот это рыночек. Ммм, красота. Да, кстати, туалет вот тут. Ну что, прогуляемся, посмотрим, что тут к чему. Так, вот это вот термы. А что, термы работают? Да ладно. Я просто вижу, что люди там паркуются. Ну, сейчас же в Австрии всё закрыто. Я буду очень удивлена, если тут что-то открыто. Римские термы. Уж даже римские. Римские. Или просто они используют это здание как парковку. А в термы не идут. Ну, сейчас проверим, ребята. Здесь вот очень красивый парк должен быть. Да. Вот тут вот. Кур-центрум. Это где проводят всякие оздоровительные мероприятия. Вот. Люди сидят, отдыхают. Вы знаете, свет горит. Ну, не может быть. Давайте посмотрим. Почитаем, да? Закрыты термы или нет. Ну, это кур-центру. Это не термы. Так. Написано, что нельзя проходить. Ну, мы же с вами непонятливые. Особенно я. Вот. Я хочу почитать. Тут все закрыто, ребят. Тут есть у них и парикмахер, и косметика. Так. Всякие тут процедуры. Все, ребят, закрыто, и никого нету. Просто свет горит, и все. Ну, ладно. Пойдемте по парку гулять. Парк красивый. Милый. Ну, конечно, не такой красивый, как в Батхо, в Гастайне. Это понятное дело. Ну, все же. А может быть, он и красивее. Но он просто другого стиля. Если в Батхо, в Гастайне больше для прогулок, то здесь, наверное, больше для эстетики. Сейчас, когда ходила в туалет, вспомнила одно видео. Не помню уже на какую тему. Вот этот индус, мудрый, забыл, как его зовут. Ну, вы знаете, многие на него подписаны в Ютьюбе. Садхур. Вот, Садхур. Он как-то рассказывал про про туалет, что-то про Бога и так далее. О, смотрите, весы. Можно за 20 центов взвеситься. Ой, нет, я же расстроюсь. Так вот, он говорит, даже если вам Бог предоставил Феррари, вот, тоже красиво, но вы при этом хотите в туалет. Весна! Да? Вы не будете думать о Феррари, вы будете думать о туалете. И если, например, вы поехали куда-то на Мальдивы, да, а у вас вдруг заболел зуб, то вы не будете думать о том, ох, как классно на Мальдивах. Вы будете думать только о том, где бы побыстрее найти зубного врача. Вот так вот мы живем через боль. Боль, она нам напоминает о том, кто мы, да, о том, что мы не боги. Ребят, не знаю, где я, просто шляюсь, и все. Ну, вот архитектура красивая. Архитектура, конечно, не Франция. Так. Гутенбрун парк. Парк, в общем. Парк. Закрытый сейчас на зиму. Прибираются. Будут скоро высаживать розы, другие красивые растения. Сейчас парк закрыт. Ну, ладно, если что увижу, интересненько, покажу. Вот так выглядят термы с другой стороны. Я их просто обошла вокруг. Кажется, ребята, все это летом выглядит очень прилично. До меня только что дошло. Почему эта речка вонючка? Ребят, это же, наверное, вот из-за этой термальной воды. Сейчас вот здесь мимо проходило. Как же воняет этот фонтан, ребят, как же воняет. Ну, вот нельзя пить эту воду. Но я думаю, что, наверное, вот это лечебная вода. А, поэтому эта речка и вонючка. Слушайте, до меня как до жирафа. Красиво здесь летом. Я прям представляю, что вот сидят тут австрийцы, едят захер торты, курят на всю Ивановскую. Парк такой симпатичный тоже. Ребят, вот это все, я так понимаю, машина сотрудников, которые обслуживают весь вот этот лечебный центр. Центр реально огромный. Вот это все, 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 какие-то лечебные офисы и заведения. На одной из дверей было написано, что вход только для сотрудников. Ну, может быть, они готовятся к сезону. Смотрите, какие плотаны шикарные. Может быть, они готовятся к открытию плавательного сезона в Австрии. Да, ресторан, принадлежащий термам. Может быть, я не знаю. Смотрите, какие здесь интересные скульптуры стоят. Такие незамысловатые. Ну, пол головы, например, с греческим профилем. Красиво. а вот и я в мужском обличье. Да. Да? Что ты там фотографируешь, что ли? Ну, да. Красиво. Вопрос к зрителям. Как вы думаете, зачем в Австрии замачивают ёлки? Такое большое количество ёлок. Реально замачивают. Купила на рыночке салатик веганский. Стоил 8,50. Да, что ещё хотела сказать по поводу Бадена. Слышу здесь английскую речь. Удивительно рядом. Откуда здесь англичане? Куда они тут взялись? Сейчас мы с вами зайдём в кондитерскую, быстренько поглазеем на то, что у них там продаётся. Купим пару вкусняшек и будем двигать уже к дому Бетховена. Откуда у них здесь англичане? Я не знаю. Вот такая чистая английская речь. Чистая. Я вот смотрю, люди уже сидят в кондитерских. Конечно, в Зальцбурге такое дело невозможно. вкусняшки. И вот такие здесь вкусняшки. Продаются ручной работой, ребят. Как здесь пахнет вкусно. австрийский хлеб. Взяла штрудель. Штрудель с моном. Мон это мак. Выходим, выходим. Смотрите, подковка перед входом. Баден Эг. Интересно. вкусная продукция или нет. Об этом вы узнаете в следующем видео. Пакетик симпатичный. Пока.